Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Можно прояснить ситуацию? Я запутался, я приехал на отдых, познакомился там с мужчиной. Изначально не хочу третать серьезных отношений, просто нравится, не проводит время. Знаю, что курортный роман редко чем заканчивается чем-то серьезным. При знакомстве он сказал, что в разводе имеет сын на живот у родителей. Никогда не претендовал на роль его жены и даже девушки. Меня интересует чисто физика и общение, мне так удобно. Но после очередной встречи у нас не повисла пауза в отношениях, я тоже не писала. Но выставила прекрасный букет, который подарил мне молодой человек, поклонник. Удивительно, что он три раза просматривал мой старт, намолчал. Сегодня смотрю, он выставил фото с некой женщиной, будь то жена. Но с кольцом, я просто не понимал зачем. Это попытка меня задействовать, чтобы я ушла из его жизни, не надеялась ни на что. Такая я и не намекала даже, что хочу отношений. Странно как-то, как себя вести, я его заблокировал. Я думаю, что здесь мы говорим о конфликтующих мотивациях. То есть здесь, как мне кажется, история больше про то, что вы используете свою концепцию отношений без обязательств как защиту, как ширму для того, чтобы безопасно находиться для себя в отношениях с мужчиной. Ну, в контакте с ним. Тогда как на самом деле, на мой взгляд, вы все же серьезных отношений хотите. На это указывает ваша реакция, на это указывает ваше поведение. И мне кажется, что основная проблема здесь именно в том, что вы не признаете своих реальных мотивов. Если бы было все так, как вы говорите, то есть, иными словами, что вам просто хочется проводить время с человеком и так далее, то не было бы тех поступков с вашей стороны и не было бы такой реакции на поступки с его стороны. Потому что изначально вы себя позиционировали, как человек, которому он ничего не должен. И он тоже позиционировал себя, как человек, который, ну, никому ничего не должен. А вы уже ведете себя так, как будто и у него, и у вас перед вами есть обязательства. Квинтэссенция вашего внутреннего конфликта, который еще предстоит раскрыть, является то, что вы говорите, как себя вести, я его заблокировал. Но вы уже себя как-то ведете, вы его заблокировали. Правда, я бы здесь выделил о многих основаниях, то есть, какая мотивация у вас была его заблокировать, и какая мотивация сейчас его понять. Очевидно, что когда человек пытается понять другого, это история про недоверие себе, в первую очередь, и невозможность опереться на свою позицию, на свои личные границы, на свои приоритеты, на свои цели. То есть, с одной стороны, и с другой стороны, выстраивание неоткрытых отношений. То есть, выстраивание таких отношений, где есть элементы недоговоренности, где есть элементы разночтения, где есть элементы дифференцированной интерпретации. И вот эти аспекты нужно корректировать, чтобы отношения вы выстраивали все же более основаны на доверии, на открытости, на открытом заявлении о том, чего вы хотите. Понимаете, вся штука в том, что когда вы, например, пишете, что у нас повисла пауза в отношениях, я тоже не писал, здесь невольно хочется спросить, а почему вы не писали? Вы ждали, что он вам напишет, но сами вы чего-то хотели. И получается, что здесь идет перекладывание ответственности на человека за то, что вы хотите. Ожидание, надежда, что человек догадается, что вам нужно. И поступит в итоге так, как вы хотите. Я бы сказал, что это позиция детская, я бы сказал, что это позиция деструктивная в силу того, что вы оказываетесь во власти другого человека, во власти зависимости от другого человека. И, как результат, возникают рэкетные, то есть неприятные чувства, обиды и так далее. Следующий аспект. Вас что-то задело. Необходимо увидеть, что именно вас задевает. Это та часть, которую вы себе не можете принять. Это не значит, что вы должны с этим мириться, но это значит, что вам нужно как-то с этим обращаться. Вы с этим не обращаетесь никак. Вы скорее избегаете и перекладываете ответственность на другого. Но сами по отношению к этой части не вырабатываете какой-то позиции, какого-то отношения. И именно с этими моментами, как мне кажется, вам нужна помощь. Кроме того, если вы говорите о том, что не хотите серьезных отношений, то я предполагаю, что они у вас уже были. И закончились не лучшим образом. И поскольку эти отношения с мужчиной так же не складываются, то можно говорить о том, что у вас в принципе в целом есть такая тенденция к тому, чтобы иметь проблемы в построении отношений с мужчиной. И это нужно тоже исследовать и корректировать. Потому что здесь возможна сценарная модель поведения. То есть модель поведения, которая идет из вашей семьи. Ваши подходы к построению отношений, ваше позиционирование, ваше противоречивость – это следствие сценарного поведения. То есть таких моделей поведения, которых вы, вероятно, не осознаете. Или когда в контакте с человеком участвуют фактически вы, номинально вы. А, то есть внешне вроде бы участвуете в контакте вы только, но фактически участвуете не только вы. Фактически участвуют еще и другие фигуры. Это может быть фигуры родителей. Это может быть фигуры ваших партнеров предыдущих, с которыми отношения не завершены еще. И есть попытка, попытка, эти отношения завершить. Ну, это, конечно же, не получается. Потому что завершить вы можете отношения только сами с собой. А для этого вам нужна помощь психолога. Чтобы увидеть проблему и посмотреть, как ее можно разрешить максимально удобным для вас способом. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Обратная связь нужна в первую очередь вам для формирования базовых постулатов для психотерапии. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!